Какова доля граждан, которые относят себя к среднему классу? Насколько подорожали подержанные машины в Казани? Какова ситуация на рынке краткосрочной аренды жилья? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики в студии Нина Горенова. Здравствуйте! Субтитры делал DimaTorzok Вполне ожидаемый результат процессов, происходящих в последние годы. Доходы населения падают. Возможности для роста доходов практически отсутствуют. Теперь уже население, проев свои предыдущие запасы, свыклось с мыслью, что качество жизни будет падать, и начало само себя относить уже к менее доходным слоям населения. Согласен, критерий в каких-то таких строгих их пока нету. Идут споры, каково относить к среднему классу. И лично, по моим ощущениям, доля среднего класса, скорее всего, гораздо меньше на самом деле. Ранее аналитики сообщали, что 3% самого богатого населения страны имеют 89% всех финансовых активов и наличных сбережений. Подержанные машины в Казани за год подорожали почти на 7%. По данным Авито, автомобиль с пробегом сегодня стоит в среднем 473 тысячи рублей. Чаще всего продают машины старше 10 лет. Наиболее востребованным брендом оказался автоваз со средней ценой в 155 тысяч рублей. В тройке лидеров также Chevrolet и Kia за 321 и 586 тысяч рублей соответственно. Самой популярной моделью на рынке подержанных авто в Казани по-прежнему является Lada 2114. Ее средняя цена всего 98 тысяч. У нас с начала 90-х всегда автоваз пользовался особой любовью. И сейчас эта традиция продолжается. Разумеется, если мы говорим, что машина 2114 достаточно старая, когда-то это был лидер на первичке, сейчас очень много машин появилось на вторичке. Большой выбор подразумевает упрощенные условия покупки. 2114 Lada существенно дешевле, чем даже подержанные автомобили Ford Focus, Renault Logan и прочие на марке. То же самое можно отнести и к цене обслуживания. Огромное количество запчастей, что тоже важно для флотанта на вторичке, их доступность. Несмотря на первенство модели автоваза на рынке подержанных машин в целом по стране, в Москве и Питере чаще всего покупают Ford Focus, а в Сибири лидирует Toyota Corolla. Краткосрочная аренда жилья в Казани стала доступнее. За год ее цена снизилась почти на 30% и составляет почти 1500 рублей в сутки. Арендодатели вынуждены были снизить цены в условиях усиленной конкуренции. По данным Авито, за год спрос на посудочную аренду в столице Татарстана вырос на 18%, а число предложений на 34%. Рост спроса на краткосрочную аренду говорит о том, что внутренний туризм идет в гору. В путешествиях по стране россияне стараются экономить. Основной спрос на рынки краткосрочной аренды перешелся на эконом-сегмент. А ожидать системного роста стоимости аренды квартир в Казани не стоит, так как при увеличении цен на внутреннем рынке будет сложно конкурировать с предложениями на внешнем туристическом рынке. Это были новости экономики. До встречи.